Следующий видеоматериал является больше набором советов, нежели неким руководством по организации поиска в сети интернет. Общеизвестно, для того чтобы получить правильный ответ, нужно научиться задавать правильный вопрос. Поэтому при организации поиска в сети интернет необходимо следовать ряду правил. Эти правила сформировались исходя из своего личного опыта, а также советы, которые я мог встретить непосредственно в сети. Итак, перед тем, как вы организовываете свой поиск, вы должны свою тематику, то, что вы пытаетесь, планируете найти эту информацию, превратить в ряд ключевых терминов. С помощью этих ключевых слов вы будете осуществлять запрос в системе. При этом, чем конкретнее сам запрос, тем точнее будет выдан результат. Но есть ряд особенностей, о которых мы как раз и поговорим. При этом, какой пользоваться поисковой системой изначально? Также есть определенные моменты. Если вы хотите расширить зону поиска больше от национального, где вы как раз найдете в основном русскоязычные сайты, то тогда рекомендуется сразу же начать организацию поиска в Google. Это более мощный агрегатор данных, всех данных, которые находятся в сети интернет. И при этом есть определенная специфика. Конечно же, кроме Google, если вам информацию нужно будет найти в зоне поиска, связанная с китайским языком, то тогда вам необходимо использовать поисковик Baidu и производить поиск, набрав ваши ключевые слова на китайском языке. Ну, также и латинский язык, если кто-то ищет термины по систематике, то можно пользоваться им. При этом, то, что вам необходимо найти, вы, конечно же, можете перевести с помощью переводчика. К примеру, китайский традиционный. Ищите библиотека в Пекине. Копируйте. Производите поиск. И в дальнейшем уже сортируйте по уровню найденных ссылок, необходимую вам. Переводите на ваш родной язык. И ориентируйтесь в данном материале, тот, который найден именно по территории, в данном случае Китая. При этом есть особенность, если вам необходимо воспользоваться гуглом, к примеру, на японском, то вы можете выбрать гугл японский. Также можно написать австралийский, немецкий, французский. И тогда вы попадаете в зону гугл с доменом не ру, а соответствующей той поисковой системы той страны. И в данном случае, если мы перешли на японский, то мы набираем уже здесь вариант перевода на японский. И то, что вас будет интересовать, но уже библиотека не в Пекине, а, к примеру, в Токио. Но иероглифы уже японские. И набираем в японском гугле то, что вам нужно найти в Токио. И также можно перевести эту страницу и производить, к примеру, какой-то поиск литературы в каталогах уже этой библиотеки. Это очень часто мне помогало в части поиска литературы, которая изначально была написана на французском, на японском, на немецком. И через наши поисковые системы, тот же Яндекс.Национальный, а также гугл русский в русской зоне, невозможно было найти данные источники. Либо там отцифрованные источники, которые выложены также в открытый доступ. Это определенный совет вам. По умолчанию у нас, конечно, гугл.ру, но при этом есть также определенная особенность. Если вы будете искать в гугл.ру, либо в яндекс.ру, набор найденных ресурсов будет отличаться. Я же все-таки предпочитаю работать в гугл. Более мощная система в части поиска необходимой информации, более такого научного характера, если вы ищете конкретные термины и ключевые слова, нежели Яндекс. Он больше на такие рассчитан популярные темы и конкретные запросы, исследовательские. Гугл вам даст больше правильных ответов. Ну а теперь в части того, как необходимо правильно уточнять запрос на ваши ключевые слова. И, конечно же, они не должны быть слишком общими. Они должны быть максимально конкретные. И есть определенные особенности. Гугл не воспринимает никакие запятые, точки, двоеточие, которые вы используете. Вся пунктуация игнорируется в поисковых системах и не имеет смысла это ставить. К примеру, попытаемся найти иммурфизм побегов. Вот как примерно я делал запрос. И при этом у вас ключевые слова состоят из двух слов. То есть словосочетание, деморфизм побегов. И вам необходимо усилить значение какого-то слова. По умолчанию в гугле первое слово, которое стоит, оно и является приоритетным. Но при этом акцент, если вам необходимо сделать на побегов, то можно поставить плюс, произвести поиск заново. И он вам, видите, другой список совершенно выдает, где побегов вы ставите в приоритете. То же самое можно сделать, если вы поставите минус. Ну, в данном случае, такой дефис, перед словом деморфизм. Тогда, видите, побеги опять в приоритете. Но в любом случае повышается значение слова, когда вы указываете плюс, когда вы указываете минус. Затем очень важный способ. Это поиск по данной словоформе. То есть, когда вы указываете значение двух и более слов в кавычках, он вам найдет такое словосочетание вплоть до правильного такого же окончания, которое будет встречено на какой-то странице какого-то ресурса. Видите, деморфизм побегов. И четкое получается ранжирование тех ресурсов, где как раз речь идет о деморфизме побегов, а не о чем-то прочем, где могли бы эти слова разбежаться целиком по всей странице или по всему ресурсу. При этом, когда вы находите данный ресурс, найти на страничке очень хороший способ это найти в найденном. То есть, мы включаем Ctrl F и ищем данное слово побега. Где же оно было. И находите в тексте там, где как раз вот оно встретилось в данном случае 7 раз. И вы найдете точное словосочетание, либо ключевое слово, которое вам требовалось найти. Затем очень полезным является также поиск точной словоформы, когда у вас одно слово. Вы ставите восклицательный знак в начале этого слова. И он вам полностью слово деморфизм в правильной сломоформе раскрывает. Можем добавить деморфизм. И так он вам будет искать в более развернутом варианте с этими окончаниями. Без пробел, обязательно. Затем, если вы не знаете продолжение словосочетания, пытаетесь что-то найти, то тогда можно найти с помощью звездочки, как некая загадка получается. Допустим, триумфальная арка находится в... И здесь вы ставите как раз звездочку. Он вам ответ даст, что триумфальная арка находится в Париже. Но это такой простой примитивный вариант. Но вы можете некоторые вещи, которые вы могли подзабыть, упустить, подобным образом сформулировать запрос. Затем можно найти синоним слова. Использую знак тильда, как вариант. Затем, ранее, когда внутри самой поисковой системы не находились сайты, то находили их с помощью сочетания сайт и пишут конкретный сайт. Но сейчас такая функция потеряла свою актуальность, потому что непосредственно строка поиска у нас встроена в строку, где мы вбиваем название сайта. Но при этом очень полезно... Допустим, если вы искали вот такой... altaisyan.ru К примеру, мы искали такой сайт. Он найдет его. Ну, в данном случае, конечно, найдет. Наверное, как сказал, актуальность уже такая пропала. Но вы можете набирать, к примеру, сайты со схожей тематикой. Вы изменяете на филейт. Ну, со схожей тематикой не найдено, но при этом попробуем найти со схожей тематикой. То есть, видать, это уникальный ресурс, в котором размещена определенного вида информация. Но, к примеру, вот лента.ру, как информационный сайт, его аналоги, вот газета, правда, дни.ру, то есть аналогов много данного сайта. И можете по схожей тематике искать необходимые вам ресурсы. Затем, очень полезный инструмент, это когда вам нужно найти документы определенного типа. Пишите файл type. Вот я предыдущий запрос сделал. Двоеточие без пропела. PDF. Морфология растений. Он вам находит сайты, где конкретно файл размещен в формате PDF. Вот, видите. Когда вы ссылку откроете, он вам уже откроет вот эти документы PDF. К примеру, искать некие статьи, некие учебные программы, все прочее, которое уже сформировано в формате PDF. Ну, можете поменять на, например, вот TXT. Он найдет, если найдет в формате TXT. Видите, какие-то официальные документы. Вот таким образом можно организовывать поиск. Он у вас будет более конкретный. Вы быстрее найдете необходимую вам информацию. Для удобства встраивайте переводчик, если такового нет в вашем браузере, либо пользуйтесь внешним для того, чтобы проводить серфинг и навигацию в других поисковых системах. Продолжение следует...